Доброе утро! Доброе субботнее утро! Мы приветствуем всех, кто в эти минуты присоединяется к нам на канале «Россия». И очень надеемся на то, что это утро будет не просто добрым, но и позитивным и познавательным для вас, дорогие друзья. Потому что сегодня мы в гостях в настоящем цветочном царстве. И хозяйствует здесь девушка с очень красивым именем, которое мне безумно нравится – это Катерина. Катюш, доброе утро! Доброе утро! Я, прежде всего, хочу вас поблагодарить за то, что вы позволили нам приехать сюда. И очень надеюсь на то, что вы сегодня поделитесь секретами своего профессионального мастерства. Ведь, друзья, Катерина – ландшафтный дизайнер с большим-большим профессиональным опытом и большим-большим багажом знаний. Поэтому я вас очень прошу, сейчас лето, пора цветения всяких всевозможных растений, цветов, кустарников. И очень хочется, чтобы вы сегодня все-таки поделились тем, чем вы занимаетесь именно на этом участке. Первое, что бросается в глаза на участки – это гортензия. Больше всего видов гортензии произрастает в Южной, а также Восточной Азии, в Китае и Японии. Еще данное растение можно повстречать в Северной Америке и на Дальнем Востоке. Растение было названо в честь принцессы Священной Римской империи. По гортензиям что могу сказать? Подкормка, они любят кислую почву. И желательно постоянно-постоянно удобрять, когда они цветут. Тогда будут большие и огромные шапки, и будет постоянно беспрерывное цветение. А воду поливать нельзя? Вода, они не любят застой воды, но земля не должна никогда пересыхать. Это 100%. Гортензия формируется так, чтобы чем меньше стволов, тем больше будет шапка. Вот они сейчас отрастают у нас. Вот стволики. Выбираем осенью сейчас самые сильные. Вот это слабые будут. Мы их уберем абсолютно. Вот эти два-три ствола мы оставим на зиму. И потом с этих стволов на три почки мы их обрежем. И с этих стволов еще пойдут. Мы их так и будем формировать. Мы больше не будем давать ни загущенности, ничего. Вот. Это вот в этом году было все куплено. Все эти гортензии. Можжевельники тоже еще не посаженные, но пока они тоже маленькие. Поэтому ждут своего звездного часа, пока новые иголочки не вырастут. Пересадим. Можжевельник становится очень востребованным, очень модным таким, да? Да. Во-первых, у них заболеваний очень мало. Вот чтобы сказать так, что вот как там с розами, с чем-то еще болеют. Тля, напал или что-то. У можжевельников практически нет заболеваний. Обработал весной, осенью. Конечно, дальше я покажу. Форму можно придать. Можно вот как в дикой природе они растут, так их и оставить. Но это будет огромное. Ну как в дикой природе разрастается. Создаем форму. Можно сделать бонсай в стиле Неваки. Прекрасный аромат издают плетистые розы, которые широко используются в ландшафтном дизайне для украшения приусадебных участков. У роз, конечно, больше заболеваний у нас, потому что и тля на них нападает, и черная пятнистость, и ржавчина. Очень много всего. За розами, конечно, за любой розой. Какая бы она вьюшка ни была, карликовая, штамбовая, любая роза требует постоянного ухода. Обработки, если не сказать еженедельные, то в месяц раз роза обрабатывается. Роза также подкормляется, как и гортензия, потому что без этого никак цветения обильного и шикарного цветения не будет. Розы тоже, в принципе, как и все растения, они любят заставу воды сильного, и пересушка тоже им вредна. Эта роза начинает цвести, ну вот сейчас, в принципе, начало лета, и она будет беспрерывно цвести, если хорошая подкормка. Ну, самые лучшие подкормки это комплексные считаются. Можно, конечно, там какими-нибудь магния, сульфатами, что-нибудь еще, ну, самим подбирать. А можно просто взять комплексное удобрение для роз. Большое внимание на участке уделяется можжевельнику, вечно зеленому хвойному растению семейства кипарисовых. Встречается в России от Мурманска на севере до степной зоны на юге. Если вот есть прирост, это уже значит хорошо. Дерево живое хорошо весной перенесло обрезку. Формировка также идет полностью. Весна и осень обязательно. Если чуть больше отрастают вот эти маленькие веточки хвоинки, сразу будут вот такие палочки видны. Это уже неэстетично, некрасиво будет. Поэтому мы пока вот это вот, можно, в принципе, как сказать, можно не два раза. Если есть время, есть возможность, у вас, да, вы живете на своем участке, можно подошел, просто взять ножничками это все обстричь, это никакого вреда ей не нанесет. Единственное, после каждой стрижки мы ее подкармливаем. Это тоже обязательное условие. Ну, в принципе, как по всем растениям. Вот. Очень любят купаться. Все хвойные, все хвойные любят душ. Вот немножечко жара начинает у нас, мы их практически ежедневно купаем. Тогда они... Ежедневно? Ежедневно, да. Или рано-рано утром, да, пока солнце не стало, или же поздно вечером, когда уже солнышко село. Тогда они очень благодарны, они быстро наращивают зеленую массу. Ну, благодарны и становятся. Вот все хвойники так себя ведут. Это был огромный-огромный куст, он занимал полностью эту площадь. Вот вырезали лапы. Это будет лилия. То есть можжевельник в виде лилии? Да, можжевельник. Это вот там есть, который стрижен был осенью, я вам покажу. Он уже нарастил небольшую массу, именно листья. Это все будет наращивать. Масса будет наращиваться, и я буду выстригать именно опять в форме. Вот два раза в год, и это будут такие пышные, большие листья лилии. Здесь будет внутри еще несколько вето, которые вот подвязала, потому что здесь недостаточно немного веточек. Вот. Мы их потом направим, когда они подрастут, и внутри просто будет шар, ну, как середочка. Популярные однолетние цветы украсят и разнообразят цветник, если вовремя подготовятся к их посадке. Разбираемся вместе с экспертом, как правильно сеять и ухаживать за петуней. Чтобы петуня цвела, петуня при каждом поле подкармливается тоже комплексными удобрениями. Когда петуня отцветает, вот отцвевший цветочек, это обязательно для хорошего цветения. Мы вот эти цветочки прям убираем с палочкой. Все. Она не растрачивает силы, тут будут семена, когда она вот, мы это оставим. Мы вот эти все, просто вот, которые отцвели, мы их убираем. На этом месте еще две веточки вырастет, и новые будут. Если вот это вот постоянно убирать все, она будет свести до самых морозов. Без остановки, да. Тоже подкормка. Тонкость какая интересная. Да, да. Это обязательное условие, вот любая петуня. В конце августа, если это ампельная петуня, ампельная, это которая будет свисать, они начинают все равно, даже если подкормка не совсем, они теряют свою силу. Мы берем, вот это, например, петуня, да, она ампельная свисла. Прям вот так вот, не жалея, мы ее всю обрезаем. С августа месяца, август, сентябрь, октябрь, она дает, из-за того, что испытывает стресс, новые ветки со скоростью выпускает, и дает еще более обильное цветение до самых морозов. Вот. Это вот так вот по петуням. Своего рода инстинкт самосохранения у растения, да? Да, это вот так вот, они себя так ведут, потому что думаешь, что, ну, все уже, наверное. Калеус является востребованной садовой культурой, которую используют и для бордюрных цветников при обрамлении клуб или дорожек, и в смешанных посадках. Очень часто яркие сорта калеуса высаживают в группу травянистых растений, чтобы добавить в нее красок. Можно выращивать калеус и как горшочное растение, особенно его карликовые сорта. В принципе, они считаются многолетними, их нужно черенковать. Когда наступает холод, это где-то сентябрь-октябрь, мы срезаем все, которые самые хорошие, ну, вот так вот, например, мы обрезаем, вот, оставляем 2-3 точки роста и рассаживаем, мы их черенкуем. И вот они у нас всю зиму или в теплице, или в теплом помещении, мы их подкармливаем также, мы стимулируем, чтобы они росли. Все то же самое делаем, как и на улице, и весной просто высаживаем, опять же, высаживаем черенки на улицу и выращиваем вот до такого состояния. Это вот сейчас масса у них еще не полностью набралась, они будут огромные, огромные. Вот это все кашпо, они займут полностью. Ух ты. Вот, да. Ну, по калеусам я не знаю, ну, наверное, видов 150, если не больше. Вот именно по расцветкам. Вот сортов у них есть, у калеусов. Любители комнатных цветов постепенно изменяют свое отношение к зеленому украшению интерьера. Особенно привлекательны декоративно-лиственные формы растений с рисунками в виде пятнышек, линий, полосок белого, кремового, желтого цветов. Такие растения называются вариагатными, то есть пестрыми, пятнистыми. Вот бересклет вариагатный, он немножко вырастет, это мини-бересклет с маленькими листочками. Он вырастет, мы с него будем формировать огромный-огромный шар, будем его тоже обрезать. Шикарно подается обрезке, также можно вот немножечко отрос, также пройтись ножничками, чтобы форма уже придавалась. Чем чаще стрижем, тем больше он будет выдавать веток. У нас, знаете, да, что самшиты после Сочи, самшитовая огневка все съедает у нас. Ну, не приживаются, у нас их просто съедает. Хороший заменитель, вот, сделать, например, бордюр, или вот как шары у нас выстригали самшитов, раньше этим занимались и в городе, и везде. Шикарный заменитель, ничем не болеет, абсолютно ничем. Ничем не обрабатывать, подкормку, как каждое растение тоже любит. Ну, не подкормите, он не обидится. Размеры какие он кинет? Какие захотите. Если вам нравятся маленькие шарики, можно оставлять именно маленькие. Он неприхотливый, обрезки вообще никакой не боится, абсолютно. Можно стричь, стричь, стричь. Вот. Хотите огромный шар, можно отпускать еще больше. То есть может еще больше вырасти? Естественно. До какого состояния вы хотите, чтобы у вас был шар, так он и будет себя вести. Не каждому дачнику повезло иметь участок на берегу озера. Но это не повод отказать себе в удовольствии наслаждаться собственным водоемом. Если такой подарок от природы достался не вам, берем дело в свои руки. Это наш небольшой пруд такой. Здесь у нас рыбки, кометы есть. Вот распускается, еще, конечно, не распустилась. Вот будет цветочек. Это немфеи распустятся разных цветов. Тут и розовая, и сиреневая будет. Ой, красота. Да. Когда распускается, очень, конечно, красиво. Рыбкам сейчас жарко. Они где-то там уже у нас на глубине. Поэтому сейчас мы их точно не поймаем. Кой плавают, и кометы плавают. Кой такие красивые рыбки. Они белые, с такими черными вкрапинками. Ну, симпатичные ребята такие. Рыбок не вижу. Вот вы что, вкрапаете? Да. Ну, лягушки это неотъемлемая часть бассейнов. Куда же без них-то деться. Красота, конечно. Да. Еще здесь будет фонтанчик. Конечно, вода очищается постоянно. Тоже будет опускаться. Как в обычных аквариумах. И воздух подается прямо на дно. Модные тенденции тоже присутствуют в этом деле? Конечно. Сейчас, я говорила уже, что сейчас больше идет к дикому. Чтобы меньше обрезок было. Да, конечно, красиво, когда спираль растет, шар красивый. А вот, например, со злаковыми. Сейчас идет больше сажаем злаковых. В принципе, оно как ближе к природе идет. Вот на заднем плане, вот это вот злаковое растет. И там еще маленькие тоже есть злаковые. И без обрезки, что требует минимальной обрезки. Вот сейчас вот такая вот тенденция, да. Вот мох. Вот у нас здесь поселен мох. В принципе, это тоже место быть. Вместо газона. Сейчас вот его устилают. Конечно, больше с ним проблем. Ему нужна постоянная влажность. Ну, как любому мху. Ну, смотрится как замечательно. Он у нас еще и цветет. А вот, если говорить о взаимопонимании между растениями, есть какие-то, может быть, доминирующие, которые, ну, не позволяют менее устойчивым растениям жить вот в такой среде, рядом с собой? Да, естественно. Вот насчет злаковых. Злаковые, они все считаются агрессорами. Они разрастаются очень быстро. Поэтому их или сажают, или, ну, скажем так, в кадушку, ну, как-то ограничить их рост. Или же вот каждый год его просто обкапывают и удаляют лишнее. Ну, так же можно и продать, можно друзьям подарить, почему бы и нет. Злаковые – это агрессоры, очень сильные агрессоры. На своем опыте, вот, многие пишут и читала, что, ой, ну, нельзя там, да, розы, например, с хвойниками сажать, с чем-то еще. Ну, не знаю, я не заметила разницы. Просто мы поливаем никак, вот не берем слейки, да, и одним удобрением мы все это полили. Просто точечно полили то растение, например, для роз, это для гортензии немножко подкислили. Великолепно себя чувствуют в одном месте. Поэтому я не вижу, что вот такого, чтобы нельзя было сажать. Здесь у нас находятся, в принципе, вот те, которые теневые растения, про которые я говорила. Брунера, гейхера, хосты. Это вот такие растения, которые именно теневые растения считаются, и всегда они сажались в тени. Вот. Они свою красоту показывают именно в теневой такой обстановочке. У меня сказывается впечатление, что прям по каждому растению, о котором вы так подробно рассказываете, нужно сделать отдельный сюжет, такой, знаете, ликбез. Вот берем одно растение и полностью от и до его разбираем. Когда лучше его вообще покупать, сажать, рассаживать, как ухаживать, чем удобрять, сколько раз поливать. Вот прям давайте рубрику такую. Давайте, да. Это было бы интересно. Ну, в принципе, когда общаешься с растениями, в принципе, когда занимаешься ими, должен ты знать об этом. Куда его посадить, когда его разделить. Катюш, ну вот сейчас прям, глядя в камеру, учитывая, что это субботнее утро, ну какой-нибудь позитивчик нашим телезрителям. Доброе утро, телезрители. Желаю вам удачного дня, выходного дня, чтобы у вас, так же, как и у меня, все цвело и радовало. Когда вы выходили на улицу, чтобы у вас с самого утра было прекрасное настроение. Ну вот, друзья, на этой позитивной ноте с таким прекрасным посылом мы завершаем нашу программу «Сад-огород». До новых встреч. Я обещаю, вы непременно еще раз встретитесь с нашей Екатериной. До свидания, до новых встреч. До свидания. Оставайтесь на канале «Россия». Редактор субтитров.